Неделя спорта Очень хорошим, грандиозным Уровень соревнований был очень высоким В плане и организационного характера И в плане судейского и спортивного Приехало 55 регионов Мы не ожидаем, что настолько сильно Поверят команды Очень были сильные участники Но в принципе все прошло на высшем уровне Мы довольны, что фестиваль прошел Ждем следующий фестиваль, который пойдет в Челябинске По спортивной Содержащей данного фестиваля Какие виды спорта тебя удивили В плане того, что ребята реально могут Так делать, как на Олимпиадах И на прочих Да, многоборья ГТО Он состоял из 8 видов Я лично сам думал, что приедут люди Которые покажут посредственные результаты В каждом виде и наберут наибольшее количество баллов Но так получилось, что приехали Очень сильные люди в каждом виде спорта Что даже на уровне кандидата Мастера спорта некоторые виды Это плавание, бег И получается даже такие поставили рекорды Которых мы не ожидали Честно, для меня было удивление, что девушки Отжимаются 97 раз Хотя это при идеальной технике Мальчики подтягиваются 44 раза Тоже при идеальной технике Я прям был в шоке А как бегут ребята и плавают Это тоже для меня просто откровение Ну, конечно, фестиваль прям показал, что Да, есть сильные ребята в России Есть будущее у нашей спортивной России Хорошо, по поводу команд Какие команды тебя удивили Какие не удивили Какие остановились на том месте, которое должно быть Конечно же Хозяйка соревнований команды Белгу Белгород На правах хозяина Показал, что да Они тут хозяева Самые сильные Поставили всех на место Без шансов обыграли всех И тяжело было с ним бороться Ну и, конечно же, команды, которые Приехали с Сомска Была фаворитом Она также подтвердила свой статус А вот за третье место Уже боролись другие регионы Предсказать, какой из регионов Займет третье место Было тяжело Конечно же, удивила Наша команда Мы хотели Думали, что она будет Намного выше, чем Оказалось на данный момент Но, видимо Пока у нас такой уровень Именно Студентов, спортсменов Которые не готовы Бороться на таких высоких результатах Ну, посмотрим Будем работать Работу на наши Мы проведем Отберем на следующий год Более сильных соперников Или эти наши ребята Подтянутся Это хороший был для нас опыт Ну, в принципе Все регионы Были сильными Повезло тем Кто были наиболее подготовлены В своих видах И тяжело было Подгадать Где именно Собрать команду Из восьми человек Потому что это ГТО, где 8 видов В каждом виде Нужно показать максимальные результаты То есть Это, в принципе Те спортсмены Которые Это легкотлеты Палеотлон Пловцы Именно вот Большинство спортсменов Были из этих категорий спорта Вот так Примерно И выглядело Поговорим теперь О сборной Казанского федерального университета 22 место Не так уж и плохо Это первая половина Из всех участников В целом Оценка Сборной КФУ Ну в принципе Сборная КФУ Она отбиралась Многоступенчатый был отбор Внутривузский этап Эти ребята были лучшими У нас в УЗИ Потом эти ребята Доказали, что они лучшие В республике Татарстан Выиграли региональный этап И по праву Попали на финал ГТО И Наверное Не хватило Немножко нашим ребятам Опыта Потому что В основном Ребята стояли Студенты первого Второго курса Только наш Дима Ильин Уже опытный спортсмен Мастер спорта По легкой атлетике Показал, что он Может бороться На равных С такими сильными соперниками Он занял второе место В беге 60 метров И четвертое место В прыжках в длину А более молодые ребята Еще, видимо Не имели такого опыта Выступления на соревнованиях Им еще немножко Как раз таки Это хороший опыт И хотелось бы отметить Тоже Екатерина Иванова Которая у нас была Одна из лучших На регионе Внутри ВУЗе И также Доказала свое Мастерство Заняла 21 место Из 440 участников Я считаю Это достойный результат И в принципе Есть куда ей расти Есть куда Показывать результаты В будущем То есть мы ждем От нее прогресс На следующий год А по другим ребятам Что скажу Ну надо тренироваться Готовиться Потому что это 8 видов Кто-то пока Показал хорошие результаты В плавании Это Аймина Шайдулина Проплыла для своего Для девушек Очень хорошее время Показала То есть ребята Показывают хорошие виды В отдельных результатах В отдельных дисциплинах А вот так Чтобы были хорошие результаты По 8 видам Это вот тяжело пока Для наших спортсменов Но будем работать Также будем На следующий год Отбирать Внутри ВУЗ Кита проводить снова Отбирать Наиболее лучших студентов И пытаться снова Выиграть региональный этап Как мы сделали Это в этом году И попасть На следующий фестиваль ГТО Который пойдет В Челябинске В плане организации То что у нас будет В следующем году Проходить в Челябинске Какие-то изменения Уже будут По тому Что прошло в Белгороде Может какую-то систему Они все-таки поменяют Может быть что-то добавят Потому что Нововведение Как результаты Прямо онлайн Это было чудо для всех В принципе В принципе Новый вид Выведения результатов Фестивальный В ГТО Он впервые был Опробован То есть Результаты Человек пробегает Дает ему результат Он выбивает С планшет И уже мы Через несколько секунд Уже видим результат На табло То есть Это новый формат Он очень зашел В принципе Его будут Наверное Развивать И в дальнейшем Что хочу сказать По видам спорта Наверное На фестивале ГТО в России То есть Третий этап Они останутся Теми же видами Но вот Именно на региональном этапе Они наверное Будут наиболее расширенными Чтобы все участники Могли выполнять Нормативы На золотые знаки Отличия ГТО Потому что Если жесткие рамки ставить В 8 дисциплин И не давать выбора Как это делается В самих ГТО То не все люди Могут сдать нормативы На золотой знак Отличия ГТО Ведь основная цель проекта Была в этом Чтобы наиболее массово Вовлечь студентов В выполнение нормативов ГТО И сдать на золотой значок Это была именно Основная цель А уже финальная стадия Это уже выявление сильнейшего Это уже Спортивный принцип Который как раз таки Развивался в проекте Ну посмотрим Пока Эти нововведения Еще не раскрыты Они держатся в секрете Посмотрим В виде положения Обсудим В дальнейшем Что и как будет Поговорим о дальнейших Фестивалях ССК России Я так понимаю Ты с ними очень плотно работаешь И ближайший крупный фестиваль Это фестиваль на спорте Который принимает В этом году Наша всеми любимая Казань Да-да-да Следующий фестиваль на спорте Пойдет в Казани Он в принципе похож на тот же фестиваль Который был в Анапе Где вы тоже присутствовали Освещали это мероприятие Но это более масштабный формат Планируется Более двух тысяч участников Как раз таки Фестиваль на спорте Он отличается В этом году С тем Что не будет Уже региональных этапов Команда Которая Проводит на тревоговский этап Получает свой рейтинг проведения Не команды соревнуют А уже вузы соревнуют Как они проводят На тревоговский этап Ну да Те зрители Которые смотрели Нашу трансляцию По плаванию У нас там было интервью С Элидаром Харрисом Который нам это все Подробно рассказал У нас получается Такая схема Не до схема Лиги наций Что ли Вот так можно сказать Топ дивизион Средний дивизион Дивизион организаторов В этом году Да У нас есть деление Получается на три дивизиона Поделили Большие вузы Средние вузы Малые вузы По своему дивизиону И каждый вуз Проводит свои соревнования На тревоговский этап Чемпионата АССК Делает это круто Красочно Масштабно И уже получается Своя рейтинг И по уже этому рейтингу Раскидываются Именно большие вузы Большие Большой дивизион Малые вузы Малый дивизион Но единственный Есть нюанс Что Несмотря на то Что малый вуз Он может провести круто Получить большой рейтинг И у него есть сильные команды Он может заявиться В большой дивизион Имеет такое право Но Большие вузы Не могут заявиться В малый дивизион Поэтому В этом плане Малые вузы Имеют какое-то преимущество Ведь Большой дивизион Дает право На различные Стратические И всемирные соревнования Та же Спартаке Союзное государство Где наши студенты КФУ Уже не раз ездили Это мини-футбол Палек Атлетика На нас ездила И планируются Такие соревнования Как Евротур То есть Милан Барселона Такие большие Грандиозные планы И поэтому Фестиваль На спорте в Казани Думаю Вызовет большой ажиотаж Среди студентов И вузов Что самое интересное Получается Сборная института физики Спустя Два года Прошлый фестиваль Вы к сожалению Пропустили Возвращается На всероссийский этап В мини-футбол Какая цель? Пока рано Говорят, что мы возвращаемся Потому что Еще не подведен Рейтинг соревнований Но Я Но есть хороший шанс Да Очень хороший шанс Что у нас был Один из лучших Внутри вузов Во всей России Потому что Провести 15 трансляций С прямым эфиром С телеведущим С комментатором Это Даже Профессиональные команды В принципе Так не могут А мы на уровне вуза Провели настолько Грандиозный Внутри вузовский этап Что нам В честь и хвала Спасибо вам Роман Что вы нас поддерживали И мы Ждем Опубликования рейтингов Ждем попадания На финал И Конечно же Будем бороться снова За чемпионские титулы Потому что Для нас Как победители 2017 года Ниже Чемпионства Уже все будет Надо вернуться И спасибо Что мы Вернулись К новому положению Что да Да это у нас 16 Почему пропустили Получается 18 год Ввели новое положение По которому Нельзя было Сборникам вузов Участвовать В чемпионате АСК Но Эта Новая Как бы Практика Не зашла И видимо И мы решили Вернуться снова Получается К положению К которое было В 17 году И благодаря этому Наша команда Снова смогла Отобраться И снова Сможет защитить Свой титул Который был В 17 году Ну что ж Ренат Большое спасибо За такой Продуктивный Диалог Поговорили Практически Все деятельности СССР Которые нас ждут В ближайшее время Друзья Напоминаю У меня в студии Сегодня был Ренат Мингалеев Менеджер проекта От студзачета СССР до знака Отличия готов Ренат Тебе большое спасибо Что к нам пришел Друзья На этом наша программа Заканчивается Но не спешите уходить Совсем скоро Выйдет Жеребьевка На лучшего спортсмена года По версии программы Неделя спорта Так что Ненадолго прощаемся Еще с вами видимся А также 25 декабря В 16.15 Мы приглашаем вас всех На прямой эфир Который пройдет у нас здесь В Казанском федеральном университете Будем подводить итоги года Ренат И мы тебя тоже там Очень сильно ждем Обязательно На этом большое спасибо за внимание Еще увидимся Пока-пока Редактор субтитров А.Семкин